Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала, а также в группе в Facebook по продаже монет. Сегодня в нашем внимании, ну, более такое, ну, как бы можно поделить на такие две части. Это не сильно интересно, это две монетки более интересного, более экзотических таких стран. Ну, все-таки покажем, что же у нас сегодня будет продаваться в Facebook. Ссылочка, как всегда, в описании. Переходим и можем посмотреть. Так, начнем мы наш обзорчик сегодня с таких вот рядовых польских монеточек. Это у нас монетки, вот эти вот монетки Польши, это у нас монетки Маврикии. Итак, ну, начнем с Польши. Это у нас обычная одна злотая, ой, одна грош, извиняюсь. Одна грош, грудь ребристый, изображением орла, вот. Речь посполита, польска. 2011 года есть монетка, есть у меня есть четыре штучки, но есть еще, но это пока так, я эти показываю. Есть вот такая уже, отличается от этого, вот такой вот монетки, я гербом. Здесь без круга, здесь кругом уже. Вот, все монетки у нас имеют ребристый гурт. Материал всех монеточек у нас марганцевый латунный сплав. Вот это вот, другая вот эта вот монетка, это у нас, где другим, ай, другим гербом. Это у нас уже идет вот таким вот, это уже идет сталь, латунный покрытие. Ну, останавливаться сильно не будем. Так, дальше у нас идет две гроши. Тоже рядовая обычная монетка с обихода польская, хурт гладкий уже. Вот изображением орла, 2000 год, такая же самая изображением орла, 2007 гурт, гурт гладкий, два гроша. Так, пять грошей. Пять у нас грошей. Тоже рядовая польская монетка, обычная. Я думаю, практически у Кальтова есть, у кого нету, то можете заказать в группе у меня. И будет у вас коллекция, такая вот, 2005 года. Вот, гурт ребристый, да? Ага, у нас ребристый, с прерывчатыми прямыми и таким вытлением. Тут так же самый ребристый, пять грош. Вот, 2015, разный герб. Что здесь, то здесь. Так, следующий у нас пять грош уже более старого периода. У нас уже алюминиевый материал, пять гроша. Гурт гладкий, 1970 год, польская речь Спасполита, Людова. Вот такая вот, пять грошей. Следующий у нас идет десять грошей. Десять грошей у нас тоже современная, как бы. Тоже у нас гурт серебристый, как бы, с такими вот гладкими промежутками, 1991 года. Орел вот такой вот. Следующие десять грошей более старого периода, уже в алюминии. Вот гурт гладкий, 1965 год. Такое вот у нас изображение орла. Монетки, я говорю, рядовые, в принципе, практически у каждого есть. Кого нету, может, кто-то собирает погодовки, можно заказать. Двадцать грош в алюминии, тоже гурт гладкий. Семьдесят третий год. Так, пятьдесят грошей тоже у нас. То есть уже старого образца, пятьдесят грошей. Есть новенького у меня были, но уже их нету. Так, продал. Гурт у нас уже здесь вот такой вот, как бы, ребристый. Вот, год 77-й. Изображение морла. Следующий у нас один злотый. Один злотый тоже в алюминиевой. Старого образца. Гурт ребристый. Орел, 88-й год. Следующий у нас 20 злотых, уже более современный. То есть уже идут у нас стальная. Гурт ребристый. Девяностый ход. Такая вот у нас 20 злотых. Две злотых у нас. Тоже имеется в наличии. Две злотых. Гурт у нас ребристый. Изображением орла. Семьдесят девятый год. Такая вот прекрасная, честно говоря, монетка. Красивенькая. Вот. Материал латунь. Следующая у нас уже более, как бы, юбилейная. 20 злотых. 20 злотых. 1976 года. Гурт ребристый. С изображением. Марчелли. Новодко. 1893-1942 год. Такая вот прекрасная, юбилейная, польская, я так думаю, монетка. Мидно-никелевый сплав. Монетка с обихода. Ну и, как бы, самая интересная наша часть в этом видео. Как на мою. Это у нас 10 рупий 2000-го года. Маврикий. Вот такая вот прекрасная монетка. С красивым рисунком. Вот. Материал медный неколевый сплав. Форма монетки семиугольник. Гурт гладкий. Изображением. А реверс, я так понимаю. Такая вот монетка. Прекрасная. В отличном состоянии. Кому-то в коллекцию. Заказывайте. Группа в описании. Ссылка на группу. Вот так. И у нас еще одна монетка. Маврикий. Это у нас 1 рупий. 2004-го года. Вот. Вот такая вот прекрасная монетка. Сталь. Материал медный никелевый сплав. Гурт у нас ребристый. Таким вот с изображением. Вот такая вот монетка прекрасненькая. Кому в коллекцию. Заходим в группу. Заказываем. Также выставляется у нас. В этом лоте. Боны. Начнем наш бон. С 1. Бона Болгарии. 1 лев. 1974-го года. Монумент на шипке. Вот 1 лев. Бона в таком. Можно сказать. На четверочку. Конечно не пятерочка. Видно что с обихода. Трошки помнята. Вот. Ну в таком неплохом состоянии. Банкноты с. Обеспечена. То есть 1 лев. Такая вот монетка. Ой. Извиняюсь. Одна бона. Такая вот неплохая. Таких сильных видов нет. Узьянов. Ну все таки есть конечно. Кто там сильно придирчив. То конечно. Скажешь. Бона спорченная. Так. Следующий у нас бона. Это он. Литвовская бона. 10 таланов. 92-го года. Вот такая вот. Красивая у нас бона. Дрозд. Деряба. Красивая бона. Бона с обихода. Конечно. В таком состоянии. Трошки убитым. Не знаю. Там будет видно. Водяные знаки. Я думаю. Может видно так. Водяные знаки. На фото. Литовский. Республика. Таланус. Такие вот у нас. 10 таланов. Следующих у нас. Один. Один талант. 92-го года. Тоже. Бона такая вот мятая. Есть загибы. Как бы. Если кто там такой. Уже сильно уж коллекционер. То конечно. Забракует. Ну кому так. Любителю коллекцию. Можно будет приобрести. В группе у меня. В фейсбуке. 92-го года. Один. Талант. 1990-го года. Чибисы. Такие вот птички. Чибисы. Вот. Прекрасная бона. Красивая. Вот. Кому нужно. В нужную коллекцию. Можно будет зайти. Следующая наша. Такая вот бона. Тоже. Состояние конечно. Не ахти. Вот. Ну кто там хочет себе коллекцию. Чтобы лишало. Для вида. Для количества. Кто любит просто для себя. Не для кого-то там. Вот такая вот монетка. Эйбона. Китай. Два дзяо. 1980-го года. Этническая группа. Буй. И. И. Корейцы. Такая вот бона. Конечно в убитом состоянии. Я считаю. Ну. Не сильно уж такая. Рисунок видно. Водяные знаки видно. Такая вот у нас бона. Всем спасибо за внимание. Подписываемся. Ставим лайки. До новых встреч на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok